Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградарей по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. В этом сезоне многих виноградарей проявилась такая проблема, как отсутствие плодоносных побегов на винограде. И достаточно много комментариев по этому поводу. Соответственно, сегодня разбираем причины, что делать, как избежать. Причин, на самом деле, может быть превеликое множество. Первая причина, самая простая и самая банальная, это сортовая особенность. Да, некоторые сорта очень плохо закладывают цветочные почки. И если вдруг какие-то были условия, которые им не совсем нравились, то вполне вероятно на следующий год, что урожая не будет. Но такие сорта встречаются довольно редко, поэтому здесь мы сильно не останавливаемся. То есть, понаблюдайте, поищите где-то в описаниях сорта. Если вдруг вам такой сорт попался, ну, на самом деле, можно подобрать к нему ключики, что не так сложно, но это не тема нашего сегодняшнего ролика. Может быть, поговорим как-нибудь об этом отдельно. Вторая причина, вспоминаем прошлый год. Прошлый год у нас был крайне плохой. У нас, наверное, ну, вот за всю, скажем, нашу 13-летнюю историю виноградарства, это был самый короткий вегетационный период. Холодная весна, холодная первая половина июня, и потом холодный сентябрь. Да, мы заморозки сентябрьские проскочили, но многие виноградари не проскочили. И виноград уникальное растение. Вот цветочные почки на следующий год у него будут закладываться вот сейчас, когда он будет цвести. Он уже думает о том, что будет в следующем сезоне. И эти почки, формирование соцветий, формирование всех структур цветка, оно проходит длительный-длительный период, вплоть до следующей весны. И поэтому все вот эти неблагоприятные факторы, они очень сильно влияют. Опять же, на кого-то больше, на кого-то меньше, кто-то лучше успел дозреть, кто-то хуже. Но вот это также может быть одной из причин. Это все вот эти неблагоприятные явления. Третья причина. Вот смотрите, пример. Это Юпитер. Вот эти вот толстые коричневые лозы. И они нормальные, они живые. Это видно. Сегодня у нас 9 июня. Почки он даже не распускал. То есть, когда были заморозки, во-первых, он был укрыт, во-вторых, почки он не распускал. Но смотрите, вот здесь мы видим, только-только они начинают идти в рост. Ну, вот от земли отбивают, да, но вот это тоже, оно живое, оно и на зиму было укрыто. Но растению что-то не понравилось, и вот только-только начинают распускаться почки. У вас же, что может быть? Они просто начали распускаться раньше, но по какой-то причине основные почки погибли. Пошли замещающие, и поэтому на них нет урожая. То есть, одна из версий, один из вариантов может быть именно таким. Вот такие побеги, даже при том, что вам кажется осенью, что они хорошо вызрели, зимуют они плохо, пробуждаются по весне плохо, да, вот несколько минут назад я вам показала наш Юпитер. Он тоже поджировал в прошлом году, и вот в этом сезоне мы вот что словили. Ну, это совокупность факторов. Тут и жирование, и вот эти морозы. То есть, все-все-все вместе до кучи сложилось, и вот мы получили то, что получили. То есть, здесь может играть совокупность факторов, но в любом случае с жирующим побегом оставлять его на плодоношение плохо, крайне плохо. Желательно все-таки с ним что-то делать, что, опять же, тема отдельного видео, ну, невозможно все сложить в одном. Следующая причина – плохая зимовка. Даже если у нас был не жирующий побег, у нас был нормальный побег, все вроде было хорошо, лоза вызрела, но все равно там почки как бы оказались не готовы. И несмотря на то, что у нас зима вообще была довольно мягкая, да, рано выпал снег, и, в принципе, сильных морозов не было, но могла сказаться зимовка, и могли просто погибнуть основные почки. Вот еще раз возвращаюсь к тому кусочку, отрывочку, что я вам показала. Про Юпитер, вот вообще молодец, просто, скажем так, шикарно мне сделал контент. Такой хороший пример, хотя на втором участке Юпитер себя прекрасно чувствует, молодой кустик будет свистеть, и все у него замечательно. Вот, понимаете, так бывает, это даже не сортовая особенность, это просто вот совокупность факторов. Я все время об этом повторяю. Не успела лоза как бы до конца дозреть, не завершили все процессы так, как им надо было завершиться, ввиду холодной прошлой осени, ну, все у нас, 31 августа, лето выключи, да, и у кого-то уже заморозки пришли, ну, какого-то в районе 3 сентября, ну, а у кого-то просто была холодная температура, градусов 15 днем, ну, это ни о чем. Поэтому основные почки просто, они могли вымерзнуть, не перезимовать, в них был заложен урожай, соответственно, его нету. И еще одна причина, в принципе, она очень похожа на предыдущую, но вот эти почки у нас могли вымерзнуть весной, при весенних заморозках, у нас даже не заморозки были, а морозы. Вот тоже в этом сезоне много мне приходило фотографий, там, правда, уже были распустившиеся побеги, ну, тоже виноград же просыпался по-разному. И вот люди писали, а что у меня с виноградом случилось, у нас морозов не было, были. То, что прогноз не показывал морозов, это не значит, что их не было. И вот, ну, смотришь побег, классический мороз, все там, как бы, все ясно и понятно. Так вот, на уровне маленькой почки могли быть такие же повреждения, и вы просто могли это не увидеть. Соответственно, тоже думайте, что вроде хорошо, вроде вы морозики проскочили, начинают открываться почки запасные, в которых соцветия не заложены были виноградом. Опять же, ввиду там и сортовой особенности, ввиду плохих прошлых сезонов и так далее, и так далее. И вот у нас получаются холостые побеги. Даже смотрите, еще что может быть. Соцветия у нас могут быть недоразвитыми. Вот обратите внимание, вот, сейчас руку подложу, чтобы камера настроилась. Ну, это не соцветия, это обо что. Просто для сравнения, вот рядышком, кстати, у многих вторые соцветия такие. Вот первое более-менее, второе редковатое, хотя вот, вот здесь оно более-менее нормальное. Смотрите, это все один и тот же куст показывают здесь. Одно соцветие, второе соцветие, ну, вот такие они должны быть. А вот, вот, ну, растрепа, да, недоразвитая. Почему? Потому что, опять же, неблагоприятный фактор. Опять же, наша холодная морозная весна. Вот она могла так сказаться, ну, и мы получаем то, что получаем. И теперь вопрос, что с этим всем делать? Вот, тоже вы задаете, что много таких побегов, надо ли их удалять? Нет, в этом сезоне мы вообще должны смотреть по состоянию кустов. Нам кусты надо нагрузить. Они готовились к одному. Плохая прошлая осень, плохая зимовка, отвратительная весна. У кого-то в мае померзло, у кого-то даже в июне померзло. Поэтому мы убираем только то, что реально куст не тянет. Есть отдельное видео по нормировке, по особенностям. Ну, здесь пару слов. То есть убираем только совсем слабые, плохо развитые побеги и там, где у нас идет совсем загущение. Все остальное мы оставляем, несмотря на то, что оно не плодоносное. И наблюдаем, как растение себя ведет. Нормально тянет. Все, мы куст нагружаем. Нам надо, чтобы он смог нормально, полноценно развиваться. И еще один момент. Кто-то может сказать, что холостые побеги идут потому, что плодовая стрелка была оставлена из старой древесины. Есть такое мнение. Честно вам скажу, мы много раз доращивали рукава и оставляли плодовые стрелки из старой древесины. И ни разу мы не заметили, что у нас на этой плодовой стрелке были какие-то проблемы с плодоношением. Поэтому, может быть, опять же, я не исключаю, что на каких-то сортах редких это имеет место быть. Но наш опыт показывает, что абсолютно все равно, что мы оставляли. Если нормальные были факторы, нормально все созрело, вызрело, то и нормально будет плодоношение. Если нет, значит нет. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!